Субтитры сделал DimaTorzok Короче говоря, сравним две одинаковые игры и посмотрим какая между ними разница. Воу, поехали! Начнем обзор с русского клиента, дабы нам было проще ориентироваться. Зайдем в бой на четвертом уровне в PvP и посмотрим сколько времени нам придется сидеть в очереди, дабы попасть в бой. А почему именно с четвертого уровня, вы узнаете, когда мы перейдем в стимовский клиент. То есть прошло чуть больше минуты, мы больше не можем покинуть очередь боя и соответственно рано или поздно нас должно присоединить. Так что запоминайте, чуть больше минуты нам понадобилось, чтобы зайти в ручном сегменте в бой. Все, сейчас вот пойдет загрузочка, все началось. Сейчас посмотрим, что у нас за сетап. Ну, плюс-минус один уровень. В четвертом мы, против нас пятерочки. То есть было как раньше, грубо говоря, где-то в году в шестнадцатом, семнадцатом, где-то так. Ну, с PvP примерно все ясно, чуть больше одной минуты и мы попали в бой. Теперь посмотрим сколько времени понадобится, чтобы залететь в PvE. Где он тут у нас за? Да, нет. Да, ну какого грима, что за лаги? Ага, вот. Зайдем на сложность ветеран и посмотрим сколько примерно времени нам понадобится, чтобы залететь. Вот тут все-таки оптимистичный сценарий, потому что 12 секунд рекомендуемое время. То есть вообще мы залетели сразу же. 5 секунд в очереди постояли и пошла загрузочка. Вот. То есть PvE в этой игре, можно сказать, раза в 3 популярнее, чем PvP. А что самое интересное, так вот задания, которые на новобранцы, на ветеране, я тоже так поигрывал иногда. Так вот, за 4 года, я помню, в PvE было 3 сложности. То есть новобранец это самая легкая, боец это что-то между средними и ветеран. Это такая считалась самая сложная вроде как. Потом ввели безумца. Это, по-моему, был баланс 2-0, наверное. Я уже, честно говоря, тогда уже не особо помню, особо уже тогда не играл. Но помню того, что ботов научили кидать птуры и, грубо говоря, жизнь в PvE стала уже не сахар. Но да ладно, это скорее всего что-то я вдался в ностальгию. Может как-нибудь выпущу я такой вот подкаст, который будет наполнен основными воспоминаниями. Когда это было 2015 год, 2016 год. Это вот так давно оно будет. Все-таки PvE в этой игре раза 3 популярнее. А теперь посмотрим, сколько нужно задонатить бабла, чтобы купить месячный прем. То есть 2500 голды у нас стоит пятихатку. То есть прем, если меня не изменяет память, он стоил 200 с копейками. Я не знаю как сейчас, сейчас посмотрим, грубо говоря. То есть за пятихатку мы покупаем прем и нам еще остается на жвачке и сникерс. А цена месячного према здесь составляет 2185. Ну, примерно столько же он стоил и 4 года назад. Вот. Это примерно все, что нужно знать про русский клиент. Переходим в стимовский. А теперь стимовский клиент. Сразу же нажимаем в убой, дабы не тянуть резину. И здесь именно кроется ответ, почему я взял именно четвертый уровень на тест. Потому что стимовская версия с русским клиентом не синхронизирована. Проще говоря, если вы зайдете со своей почтой, на которой зарегистрирован предыдущий аккаунт, то есть русскоязычный, в клиент, который параллельно запустится с ним, то есть игровой центр MyGames, который запускается и в русскоязычном сегменте, то вам все равно предложат создать новый аккаунт и будете его начинать еще заново. Вот. А мы все продолжаем ждать. Уже больше трех минут. Мне он дали дополнительно 18,5 тысяч денег и 5 батлкоинсов. Ну, это который для батлпасса, я так понимаю. Да, становится скучновато. Чтоб его так поделать. Свернуть, что ли, покрутить его. Все равно никуда не зайдешь. Раз уж только в HQ, в штаб. Кстати говоря, можно заметить, что общий чат здесь. То на немецком, то на английском, то может быть даже иногда бывает на польском. Вот. Кстати говоря, не прошло и трех с половиной минут, как нас вроде как присоединило. Ждем, когда загрузится. Итак, вроде мы загружаемся. И знаете, что меня больше всего удивляет? Это просто количество русскоязычных ников. Такое ощущение, что всех игроков согнали на один сервак, дабы хоть какой-нибудь онлайн был. Хотя я даже обратил внимание, что есть вроде бы одинаковые клан теги, только цифрами отличаются. Может, какая-нибудь там основной клан и академка. Но, в общем-то, они взводами не играют. Наверное, из-за того, что взводам в пвп в рандом вообще, наверное, не попасть. Хотя я не скажу за счет столкновения. Ибо, как бы, я не смогу его поиграть, потому что нету техники пятого уровня. А выкачивать эту технику никогда здесь вообще не хочу. Начинать заново технику выкачивать, когда у тебя, грубо говоря, в ру-сегменте десятки открыты. Как-то, знаете, фух, не хочу. Про пвп примерно все ясно. Либо вы ждете одну минуту, либо три с половиной. Теперь посмотрим, сколько нужно времени, чтобы залететь в пве. Так, давайте ветеран возьмем. И сколько времени нам понадобится, дабы залететь? Так, среднее время ожидания 8 секунд. Ждем. О, в пве мы попали за 10 секунд. Не пришлось нам долго ждать. То есть, по времени, как и на ру-сегменте, так и на европейском, в пве вы залетаете очень-очень быстро. Ну, скорее всего, то, что серваки объединены. Сейчас посмотрим, какие никнеймы у нас тут. Так, как по мне, чувак, который на шилке, либо русскоязычный, либо это поляк. Хотя за остальных я ничего не скажу. Ну, за исключение себя. Это тоже русскоязычный. Ну, а теперь, наверное, самое интересное. Посмотрим, сколько здесь стоит прем и сколько нужно задонать ей, дабы купить себе месяц према. Поехали. Итак, месяц према у нас, как и в ру-сегменте, стоит 2,185. Понятненько. Теперь, сколько у нас стоит донат. А вот донат здесь стоит, извините меня, уже в евро. То есть, чтобы купить себе месячный прем, нужно задонатить на 15 евро. Ни хрена себе. То есть, 15 евро это... Да это больше 1000 рублей, сразу говорю. Если быть точнее, то это 1281 рубль. Но если даже округлить со всякими комиссиями, то это будет вполне себе 1300 рублей. Охрененный ценник. Вот так вот я вам скажу. Да, кстати, забыл сказать, что в европейском сегменте вам за вход в игровой центр MyGames будут давать там всякие плюшки. То контейнер там бонусный, то там денежку, то экспу, то день према. Я что-то такое не припомню, что это было на русском сегменте. Хотя, может быть, и было. Это было давно, конечно. Как говорится, то, что было давно, это было неправда. Ладненько. На этом можно заканчивать обзор. Если вам понравился данный формат, пишите что-нибудь. Также не забудьте подписаться на канал, ибо мотивация это как раз-таки ваши подписки, ваши лайки. А если вы что-нибудь напишите, там это вообще будет замечательно. Так что дерзайте вперед. С вами был Гарик Салабимов. Подписываемся на канал. Всем до встречи. Всем пока.